Друзья, всем привет! С вами Леся и сегодня покажу вам небольшие покупочки из фикс прайса. Они будут такие околокосметические, я бы их так назвала. Кое-что нам нужно было зайти приобрести в фикс прайсе и, собственно, под шумок я посмотрела, что нужно там вот таких каких-то наполовину бытовых, наполовину косметических целей приобрести. И смотрите, что я увидела. Я увидела потрясающие просто упаковки от марки Cameo. Жидкое мыло. Смотрите. Их четыре вида бывают, но в нашем фикс прайсе я видела только два. И я их взяла. Посмотрите, какая упаковка. Конечно же, мне первым делом бросилась упаковка. Потому что это все так красивенько выглядит. И посмотрите, какое само мыло. То есть вся информация идет на упаковке. Конкретно это сандал Грифрут. И здесь вот такой вот металлический дозатор. И сама емкость без опознавательных знаков. Это стекло. Очень так красиво, добротно выглядит. Стекло такое достаточно массивное. И, конечно же, я не смогла пройти мимо. Я жидким мылом не мою руки. Жидкое мыло идет у нас. Муж моет руки. Дочка жидким мылом моет руки. И также жидким мылом я могу пользоваться в каких-то бытовых целях. Типа освежить ванну, чтобы не мыть ее каждый раз какими-то химическими средствами. Каждый день помыть котику лоточек. Ну вот как-то так. И когда я увидела это мыло, кстати, это Камео Бао Бай Елен Манасир. Я не знаю, кто это такая. Вернее, я уже прогуглилась. Думаю, кто это. Но это какая-то девушка-блогер. Я не знаю, кто это, честно вам скажу. Для меня это не имеет никакого значения. Просто мне понравился формат продукта. То, что вот так вот красиво выглядит. Заманили сами ароматы всего. У него есть мандарин-кедр, бергамот-жасмин, ваниль-индийские пряности и олива-миндаль. Так, у меня первое это сандал-грейпфрут. Вы знаете, именно вот оно пахнет как-то странно. Не сандалом. И даже не грейпфрутом. Просто какой-то косметический запах вообще. Типа свежести, типа каких-то моющих дезинфицирующих средств. Может, конечно, по-другому раскроется. Но пока пахнет так. Ну, вообще никак. Тут я разочаровалась. И думаю, ну, это, наверное, тоже будет как-то никак пахнуть. Ваниль-индийские пряности, но это начало у меня... Так, оно мне понравилось. Я сразу запуталась, что говорила. Аромат здесь потрясающий. Как будто бы какой-то зелинский розен. Как будто бы это что-то типа Flame Moscow. Что-то такое очень-очень приятное. Действительно, сандал. Какой-то такой дорогой, играющий аромат. Сладковатый. Потрясающий. Ну, смотрите, что творится в этой трубочке. Вы видите, да? Какие-то ошметки. Непонятно чего. Короче, вот. Видите? Насколько я понимаю, просто заржавела эта емкость. Так что, скорее всего, нужно как-то этот улыб промыть. Да, смотрите, здесь вот беленькая, видите? Так что, такое может быть. Я не знаю, как это увидеть. А можно-можно, смотрите. Видите? Тут прям чёрная, а тут белая. То есть, это, ну, как бы, не кондишен такой получается. То есть, надо эту, вытащить вот эту вот вещь и поменять на хорошую. Там, где больше запах нравится. Ну, в общем, приобрела такое мыло. Будете знать, что может попасть-то и ржавая, как бы, вот эта вот вещь. И, мне кажется, и заржаветь они могут. Ну, меня просто привлекли ароматы. И самое интересное, что именно ваниль индийской пряности, он реально потрясающий. Там слышится и сандал, и какой-то чёрный перец. Ну, вот как будто бы язелинский розен или флейм-москов пробуют. То есть, какой-то такой нишевый, потрясающий аромат. Вот сандал, грейпфрут, ничего интересного, как бы, нету. Такие вот мыльцы, значит, стоимость их за 2,498, каждая 249 рублей стоит. Ну, вот советую вам вот это ваниль индийской пряности попробовать, потому что запах, конечно, потрясающий. Немножко мне расстроила вот сама упаковка, то, что вот так вот произошло. Ну, ладно, будем как-то выходить из этой ситуации. Сандал, грейпфрут, думаю, можно пустить на какие-то бытовые нужды. Ваниль, индийские пряности, чтобы мыть руки, потому что тут запах очень-очень кайфовый. Ну, вот проблема с дезатором, то, что здесь ржавый такой, нужно что-то будет делать. Следующее, что я ещё увидела вот этой марки Каме, это зубные пасты. Посмотрите на эти упаковки, это ну просто вау! Действительно, это выглядит всё очень дорого-богато. Это стоимость каждой 199 рублей за 2,398 рублей. И тут, смотрите, ключ-выдавливатель внутри. Меня тоже это зацепило. Я подумала, попробую-ка эти зубные пасты. Мачо и виноград. У нас было вот этих два вида. Не знаю, может быть, существует ещё. Смотрите, как это круто выглядит. То есть, это вот так вот открывается. Внутри находится зубная паста. И сзади находится вот такой вот ключ. То есть, это прям всё так стильненько хорошо выглядит. Мне как раз такой ключ нужен был, потому что у меня вечно какие-то металлические кремушки, вечно какие-то металлические тюбики. И я давно хотела бы их где-то приобрести, но так отдельно я не встречала. Когда увидела, что здесь ещё вот этот ключ, думаю, ну надо брать, попробовать. Опять же, это by Елена Моносир. Ну, выглядит всё классно. Выглядит всё классно. Как бы стильненько. Единственное, конечно, что ржавеет вот этот вот дозатор, это не есть. Не есть хорошо. Так что надо будет как-то менять эти дозаторы, что-то переливать. В общем, как-то выходить из данной ситуации. Такие вот зубные пасты взяла. Но это себе, потому что муж у меня только одной единственной пастой пользует. Пользуется это сплат биокальций. Ну и я ему взяла этот сплат за 99 рублей. Следующее, что я взяла в фикс прайсе, это Simply Venus у Джилет. Мои любимые станки. Так, они у нас стоят 249 рублей. Это очень хорошая цена. Так, они как бы в обычных магазинах ещё дороже стоят. Здесь у нас сколько? Четыре штуки. Обожаю только их. Они самые лучшие в своём как бы направлении. И обычно я вам такие вещи не показываю. Не показываю такие вещи, типа заколочек детских, всякие детские штучки. То есть, ну, как-то я не вижу особо в этом. Не знаю, надо кому-то, не надо это всё. Ну, в общем, тут покажу. Потому что это реально очень мило. Смотрите, зайка, бантик, слоник и облачко. И облачко с розовым таким бантиком. Очень-очень миленько это всё выглядит. Просто, ну, милейшие заколочки. Стоят они 59 рублей. Мы ещё их не пробовали. Ну, я надеюсь, что они, видите, какие они волосы не должны защипывать. Ну, я не знаю, у нас такие нежные тоненькие волосики. Большинство заколочек на нас просто не держатся. Интересно, будут ли эти держаться. Выглядит, конечно, милейшим образом. Так что вот такие вот были покупки, которые хотелось вам показать. Такие около косметические. Потому что косметическими их не назовёшь. Ну, там зубная паста, мыло жидко. Ну, для меня нет, это не косметика. Больше бытовые такие вещички. Но всё-таки подумала, что, может быть, вам будет это интересно. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok